Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасев, и сегодня вашему вниманию будет представлена статистика медального зачета сборных команд дзюдо на Олимпийских играх с 1964 по 2021 года. За этот период было проведено 14 Олимпийских игр, в программу которых было включено дзюдо. В первые Олимпийские игры это 1964 год Токио, впервые было представлено дзюдо. Участвовало 27 стран, 72 спортсмена, 4 весовые категории, только мужчины. В медальном зачете сборные распределились следующим образом. В Японии 3 золотые и 1 бронзовая медаль, Нидерланды 1 золотая медаль, Объединенная германская команда 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Сборная команда СССР на 6 позиции была с 4 медалями бронзовыми. В 1968 году в Мехико дзюдо не было включено в программу Олимпийских игр. Но в 1972 году уже официально проект дзюдо было включено во все последующие Олимпийские игры. Поэтому 1972 год, Мюнхен, 5 весовых категорий плюс 1 абсолютная весовая категория увеличивались. И опять-таки только мужчины были. Распределились командой следующим образом в медальном зачете. Япония 3 золотых и 1 бронзовая медаль, Нидерланды 2 золотые медали и команда СССР 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали на третьей строчке. 1976 год, Монреаль, 5 весовых категорий плюс 1 абсолютная. Только мужчины боролись. Сборная команды Японии опять в лидерах первое место в медальном зачете. 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Команда Советского Союза 2 золотые, 2 серебряная и 1 бронзовая медаль. И третья строчка сборной Кубы с 1 золотой медалью. 1980 год, Москва. Уже было 7 весовых категорий плюс 1 абсолютка, только мужчины. На этих Олимпийских играх сборная команда СССР завоевала первое место в медальном зачете. 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. На второй строчке сборной Франции 2 золотые, 1 серебряная медаль. И третья строчка Германская Демократическая Республика, 1 золотая и 4 бронзовые медали. 1984 год, Лос-Анджелес. Было 8 весовых категорий и опять-таки только мужчины. Япония возглавила список лидирующих команд с 4 золотыми и 1 бронзовыми медалями. Южная Корея на второй строчке, 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. И третья строчка Федеративная Республика Германии, 1 золотая и 2 бронзовые медали. Союз Советских Социалистических Республик не был представлен на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, так как был объявлен бойкот Олимпийским играм. К слову сказать, на Олимпиаде 1980 года в Москве также не участвовал ряд стран из-за бойкота. Поэтому мы не увидели в числе лидеров сборную Японии и также такие страны, как Корея. Дальше 1988 год, Сеул. На этих Олимпийских играх было 7 весовых категорий, опять-таки только мужчины. Первое место Республика Корея, 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Второе место Япония, 1 золотая и 3 бронзовые медали. И третье место Польша, 1 золотая и 1 серебряная медаль. Сборная команда Советского Союза на восьмой строчке с 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями. 1992 год, Барселона. 7 весовых категорий мужчины и 7 весовых категорий женщины. Впервые в программу дзюдон Олимпийских игр женские весовые категории были включены. Первое место в командном зачете по медалям сборной Японии, 2 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медали. Второе место сборной Франции, 2 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых. Третье место сборной Кубы, 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые медали. Сборная команда Советских Социалистических Республик. В 1992 году в Барселоне она называлась Объединенная команда и выступала под флагом Международного Олимпийского комитета. Заняла пятую строчку с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями. 1996 год, Атланта. Первая строчка, опять лидер сборной Японии, 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали. Вторая строчка сборной Южной Кореи, 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Третья строчка сборной Франции, 3 золотых и 3 бронзовых медали. Сборная команда России впервые приняла участие как отдельная страна, независимая, уже новая, так сказать, эпоха. Заняла 17-я строчку, осталась без медалей. Только двум спортсменам команды удалось дойти до пятого места. Это Николай Ажогин и Светлана Гундаренко. 2000 год, Сидний. Лидер, опять мы видим сборную Японии, с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Второе место сборной Франции, 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Третье место Куба, 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. Российская сборная на седьмой строчке, с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. 2004 год, Афины. 91 страна участвовала. В предыдущих некоторых Олимпийских играх у меня нет статистики по странам и количеству спортсменов. Поэтому где у меня она есть, я называю. Значит, Афина, 2004 год, первое место, опять лидер сборной Японии, 8 золотых, 2 серебряных медали. Второе место Южная Корея, 1 золотая, 2 серебряных, 1 бронзовая медаль. Третье место Китай, 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые медали. И восьмая строчка сборной команды России, с двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. 2008 год, Пекин. 91 страна, 386 спортсменов. Первое место командный зачет сборной Японии, 4 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых медали. Второе место Китай, 3 золотых и 1 бронзовая медаль. И третье место Южная Корея, 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль. Российская команда осталась без медалей и заняла позицию во второй десятке, то есть в третьей десятке, то есть с 20 места и ниже. Но некоторым спортсменам удалось дойти до утешительных поединков. Это Алим Гаданов, 5 место, Иван Першин, 5 место и Тамерланд Менов, 7 место. 2012 год, Лондон. Сборная России здесь впервые за много лет стала лидером в медальном зачете. 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Сборная Франции, 2 место, 2 золотые и 5 бронзовых медалей. И Южная Корея, 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Сборная Японии не вошла в тройку призеров в медальном зачете. 2016 год, Рио-де-Жанейро, 386 спортсменов участвовало. И сборная Японии возобновила лидирующие позиции. На этот раз она стала опять первым в командном зачете. И с 3 золотыми, 1 серебряной и 8 бронзовыми медалями. Сборная Франции, 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. Вторая строчка в командном зачете. И сборная России, 3 место в командном зачете, 2 золотые и 1 бронзовая медаль. 2020 год, точнее из-за переноса Олимпиады на 2021, это Токио. 386 спортсменов участвовало. Япония опять лидер и установила некий такой рекорд. 9 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль. Сборная Франции, 2 место с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями. И впервые в своей истории, так как это новая страна, Косово, она завоевала сразу 2 золотых медали и стала третьей в медальном зачете. Сборная команда России выступала под флагом Национального Олимпийского комитета и заняла 13 строчку с 3 бронзовыми медалями. В общей сложности российской, и в том числе мы объединяем команду СССР и объединенная команда 1992 года, удалось 2 раза занять первое место в медальном зачете, 1 раз второе место и 3 раза третье место. Таким образом, став второй командой в Олимпийском дзюдо. То есть, если мы объединяем с 1964 по 2021 года, то все медали, то вот таким образом российская сборная, можно назвать, занимает второе место в медальном зачете. Лидером в командном зачете, конечно же, безусловно, остается команда Японии. 11 раз становилась первой, 1 раз занимала второе место. Третью строчку занимает сборная Кореи, которая 1 раз стала первой, 3 раза второй и 2 раза третьей. Если мы посмотрим на общее количество медалей, золото, серебро и бронза на турнирах дзюдоистов в программе Олимпийских игр, то мы увидим снова лидирующую позицию сборной Японии. У нее получается 96 медалей, 48 золотых, 21 серебряных и 27 бронзовых. Вторая строчка у сборной Франции, 57 медалей, 16 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых. Третья строчка у сборной Кореи, 11 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых, всего 46 медалей. Сборная команда СССР до 1988 года включительно имела в своем активе всего 23 медали, 5 золотые, 5 серебряные, 13 бронзовые и занимала шестую строчку. Объединенная команда только участвовала в 1992 году и завоевала 2 золотые, 2 серебряные медали, всего 4 медали и в итоге занимает 20 строчку. И сборная России с 1996 по 2020 года, мы имеем в виду и 2021 год, Токио, завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей, всего 19, что позволяет занять 7 строчку медального зачета общего. Если объединить сборную СССР, объединенную команду и России, то получим всего 46 медалей за все время было завоевано с 1964 по 2021 год. Это 12 золотых, 9 серебряных и 25 бронзовых, что соответствует третьей строчке медального зачета. Вы прослушали статистику Олимпийских игр в программу дзюдо с 1964 по 2021 год. Если у вас есть что дополнить, пожалуйста, пишите, оставляйте комментарии. Вы смотрели Планета дзюдо. С вами был Роман Карасьев. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok